Всем доброе утро! У нас сегодня сейчас 10 утра. Я теперь без работы, соответственно, у меня много времени свободного, и мы решили с родителями поехать по закупкам. Сейчас вам покажу, какая у нас красивая погода. Не очень тепло, потому что минус 17 где-то, минус 19 было утром. Вся эта неделя, в принципе, не очень теплая. Днем где-то минус 10, ночами почти минус 20, чуть теплее. И, в принципе, ощутимо сегодня, потому что бывает, знаете, такая какая-то погода, не знаю, вроде минус 15, а ты вообще не ощущаешь. Сейчас, конечно, ощущается, потому что я только вышла, прям все примерзло на лице у меня. Вот. И слышно, как, наверное, снежок хрустит. В общем, у меня сегодня второй день, как я неработающий человек. Имеется ввиду в будние дни, да, потому что в пятницу был мой последний рабочий день. Вчера я завезла все свое оборудование, потому что я работала удаленно. Я завезла все свои мониторы, ноутбуки, гарнитуры, в общем, все-все-все завезла в офис, в центр. То, что у нас в доунтауне был офис, но в основном 99% все работали из дома. Кому интересно, можете глянуть. Пару недель было видео, где и что, почему я ушла. Вот. Сейчас я решила пару, не знаю, недель отдохнуть и приступить к поискам новой работы. Вот. И решила вам поснимать больше наши поездки, потому что, мне кажется, так интереснее, нежели я просто сижу и что-то говорю в экран. Вот. И, надеюсь, скоро будет еще теплее, можно будет просто гулять и снимать, потому что лично мне минус 20 ходить, снимать, говорить. Я, честно говоря, очень мерзну, поэтому будем снимать, пробовать снова из машины. В общем, мы сейчас снова едем по нашим промзонам, как я их называю, и хотела с вами поделиться немножко снова мыслями о медицине. Я думаю, уже я много раз об этом упоминала, и не только я, все блогеры, новоприбывшие немножечко ругают медицину. Ну как, есть такие, кто уже живет здесь давно, они уже привыкли. В принципе, возможно, логика в этом есть. Да, здесь все врачи соблюдают протокол, то есть у них все по правилам, да, то есть они вам не назначат ничего, пока не сделают анализы, пока они не осмотрят никаких там недоказательных, все на доказательной медицине. То есть вроде как логично и имеет смысл, я согласна со многим. Вот. Но, естественно, трудно перестроиться с нашей украинской системой, когда ты можешь попасть к любому доктору в любое время, когда ты можешь, по крайней мере, на тот момент, когда мы уезжали еще в 21 году, мы могли даже антибиотик прийти купить в аптеке. Не знаю, хорошо это или плохо, я считаю хорошо, потому что, в принципе, у меня мама медсестра и, ну, как бы, я не говорю, что я там много знаю, но, то есть уже по опыту твоих детей я уже немножечко ориентировалась, что и когда нужно. Я не говорю, что там мы занимались самолечением, но, повторюсь, у меня мама медик, соответственно, мы всегда консультацию получали нужную вовремя. Здесь же немножечко в этом плане все по-другому и проблема не только в том, что ты не можешь купить многие лекарства, то есть не хочу пугать, у меня есть видео про аптеку, хотите гляньте, то есть теоретически и практически очень много чего есть в свободном доступе, то есть если вы зайдете в любой супермаркет, очень часто аптеки большие, они прям при супермаркетах, там есть отдельно островочек, где работает фармацевт, то есть который может вам даже без врача, если там какой-то легкий несложный случай, вы можете показать ему какие-то там симптомы, рассказать о своих проблемах, и если это что-то такое, не требующее слишком больших там каких-то исследований, анализ, то есть он может вам выписать. Например, могу вам сказать, что я так обычно выписывала себе и мужу ацикловир, то есть от герпеса, то есть когда зима, вот часто там что-то надует, и у мужа бывает появляется герпес, то есть для этого вам нужен обязательный рецепт, и можно не идти к доктору, а идти в аптеку, где вы знаете, работает именно фармацевт, который может прописать лекарства, и вы можете ему попросить, объяснить, показать там ваш симптом, и вам могут выписать прямо вот на этом же месте, вы подождете, пока его проведут, то есть это может быть не 5 минут, может быть полчаса, ну то есть вы заберете это лекарство, и если у вас есть бенефиты, вам их покроют, бенефиты имеется ввиду от работы, либо же если вы покоят, то вам скорее всего тоже покроют, сейчас покоят вот эти дополнительные adult benefit, они покрывают, скорее всего, я не буду утверждать, наверное, потому что мы не покоят лично, мы родители наши покоят, и вот, и соответственно есть такой вариант, обычные какие-то противо, допустим, жаропонижающие, против расстройства желудка, например, капли, но опять же, капли будут, например, только одни или два вида с антибиотиком, остальные будут просто капли, вот, какие-то противовоспалительные, возможно, то есть так не будет, что у вас там пришли, а там 100 видов капель, и все вот разные, то есть да, будут какие-то капли, но они будут все примерно похожего действия, например, нам нужно были как-то капли с антибиотиком, то был только один вид, который доктор мог нам предоставить. И самая моя больная тема, это, конечно, например, антибиотики Почему? Потому что очень часто у нас бывало пару ситуаций, когда дети либо я заболевали Мы шли к доктору, и доктор, естественно, сначала, он смотрел на симптомы Естественно, если у вас там 3-4-5 дней температура, никто вам ничего не выпишет, никакие антибиотики Даже если у вас там красное горло, либо у вас там 39 температура пятый день Никто вам ничего не выпишет, по крайней мере, на нашем опыте мы были ни у одного врача Максимум, что они могут сделать, они могут вам взять, например, вот этот SWEP То есть, как мазок в горле, с горла, и отправить его на анализ То есть, в теории, ну, тоже логично, правильно, ничего не скажешь Но вот как у нас было последний раз, мы очень были недовольны Ребенок болел, мы пришли на 5 или на 6 день уже температура Взяли нам этот анализ, сказали ждать Обычно он 2-3 дня, но мы попали под выходные В общем, нам сказали, что там, звоните там через столько-то дней В общем, мы позвонили, результата нет, мы звоним еще через день, результата нет В итоге, когда я уже добилась, ну, в чем проблема, почему уже пятый день, а нет результата Нам сказали, что хорошо, мы узнаем В общем, они узнавали там тоже не один час Оказалось, что результат был отменен, плюс как бы анализ отменен По какой причине, она не знает, нужно идти к доктору В общем, когда я сказала, ну, как бы, в общем, я немножко начала ругаться, как бы в такой, ну, в полайт форме, естественно, не в грубой Но просто, как бы немножко говорю, ребенок болеет, отменей результат, ну, в чем причина Потом, как оказалось, когда, видно, доктор брал, они вот немножечко как-то некорректно, видно, взяли Вот, и он был, как они мне сказали, contaminated, это, ну, как загрязненный, то есть что-то попало еще туда левое В общем, они не смогли взять корректный анализ В конце концов сказали, приходите, чтобы взять анализ именно к этому доктору, потому что этот доктор не каждый день Приходите там в понедельник Я говорю, у меня же ребенок восьмой день, если не больше уже с температурой, ну, как бы, можно я приду к другому доктору? Они говорят, нет, только к этому Ну, естественно, меня тут уже немножко понесло, и говорю, ну, как только к этому В общем, они мне потом после этого сказали, сори, ну, как бы, ждите Потом, слава богу, они мне перезвонили, сказали, хорошо, другой доктор вас примет Не только тот, который вам этот свэп назначал, первоначальный В общем, он принял, и опять же, он снова взял анализ, снова его отправил Снова мы ждали 4-5 дней, и только потом, то есть это уже чуть ли не там к двум неделям подходило Нам пришел результат, и в итоге, да, нам нужен был антибиотик, потому что там была инфекция То есть я к чему, что вот бывают такие ситуации, когда, ну, мне кажется, в запасе должны быть какие-то лекарства привезенные из дома Потому что одно дело, когда это взрослые, но когда это дети И вот такие ситуации, понятно, не бывает, я не говорю, что Канада виновата Просто вот такие ситуации бывают, и когда они случаются, мне кажется, что лучше все-таки иметь запас с собой Нежели вот так вот ждать, бывая долго по каким-то таким причинам техническим Когда просто доктор не может без наличия результата вам ничего прописать И какие-то аналоги, естественно, ничего такого нет Вот поэтому вот этот момент, конечно, немножко доставляет неудобства И я теперь понимаю, почему многие знакомые моих родителей, которые еще давно эмигрировали в Америку, в Штаты именно Точно так же они поначалу, пока вот они не привыкли Потому что кто уже здесь там 5-10 лет, они говорят, блин, да нормально, мы привыкли То есть как-то видно, организм привыкает, то есть надеюсь, мы тоже привыкнем Потому что, вот я знаю, многие приезжали поначалу Вот лично мамина подруга, она там первый год-два раз в год приезжала Ну там типа повидаться с родными Но точно так же за эту неделю она проходила все осмотры, которые нужно было Сдавала все анализы, сдавали там все, не знаю, делали УЗИ, МРТ В общем, все-все-все, что нужно было, всех врачей проходили И набирали лекарства, ехали назад То есть нам поначалу казалось, боже, ну что там в Америке, так все печально Оно вроде как бы не печально, но просто она говорит, я пришла к доктору Мне нужно, хочу проверить кровь Окей, там мне назначили какой-то общий Она говорит, а можно там с биохимией Потому что она сама доктор была, да, эта женщина Она там как-то обосновала, но доктор говорит, сори, я не вижу никаких показаний То есть, ну, вот, с одной стороны, да, правильный протокол Но вот плохо, что нет какой-то альтернативы Поэтому вот теперь я понимаю, почему люди так делают, особенно поначалу И что самое еще интересное хотела добавить, чуть не забыла То есть он мне сказал, доктор наш, что вот мы вам уже за год, по-моему, второй раз выписываем ребенку антибиотик То есть это хорошо, да, то есть он говорит, нужно узнать причину, почему Я вам отправлю вас на консультацию к узкому специалисту, то есть, ну, к нашему а-ля лору И схема какова? Вас доктор направляет к доктору, к другому в своей системе И вы ждете, когда к вам позвонят из этой клиники, в которую вам направил И, соответственно, вы уже потом сделаете аппоинтмент на то время, на которое у них есть Именно к этому узкому доктору Вот, обычно это там неделя, где-то и доктор звонит, ну, не доктор, клиника И вам назначают аппоинтмент У нас так было с дерматологом, нам позвонили, и через два месяца мы к нему попали Вот, но, чтобы вы понимали, уже прошел месяц, нам даже не позвонила клиника И, судя по чату, как я видела, вот по Калгари, то некоторые товарищи ждали от полугода до года лора Вот, и поэтому, вот, ну, сами понимаете, выводы напрашиваются То есть, ну, вот это действительно такой минус, который лично меня очень сильно расстраивает Потому что, почему вот такие очередя, почему нельзя сделать какую-то альтернативу платную То есть, эта система бы разгрузила, да, и бесплатный вариант То есть, кто хочет, ждет, кто не хочет, кто хочет, кому срочно, он может заплатить То есть, ну, я знаю, что многие вот об этом, конечно, говорят Я присоединяюсь, потому что, ну, мне непривычно Естественно, кому непривычно сильно могут вернуться домой, я согласна Ну, вот, я просто делюсь своим мнением Понятно, что другая страна, нужно привыкать Но вот как-то вот этот момент, он единственный меня, на данный момент, который меня напрягает в Канаде Это вот именно вот эта медицина и вот как она построена Вот, на этом все Поделилась с вами своим наболевшим Если у вас тоже был какой-то опыт, то обязательно делитесь, подписывайтесь И увидимся в следующих видео Пока-пока